Братья-месяцы В этот день христиане чтят память святого Трифона, жил в Никее, третий век. День святого Трифона оттого в народе перезимником называли, что бывал он обыкновенно теплым и ясным, словно оправдывая сложенные о последнем месяце зимы поговорки «февраль солнце на лето поворачивает», «февраль холодом дует, весну чует», «февральский снег весной пахнет». На Трифона было принято скотину из хлеба выгонять, бока греть, а выгоняя скотину, из-за погоды и наблюдали, а потому примечали. Какова погода в первый день февраля, таков и весь февраль. На Трифона звездиста весна поздняя. Начало февраля погоже, жди весну раннюю да пригожую. Святому Трифону христиане молились о покровительстве семейного очага, об избавлении от храпа, глазных болезней и от многого другого. В этот день, говорят, можно лечить невралгию и подагру. Чтобы снять острую боль во время приступа невралгии, нужно разрезать горячее, сваренное вкрутую яйцо на две половинки и тут же приложить их к самым больным местам. К тому времени, как яйцо остынет, боль пройдет, опять же, как говорят. Верили, что Трифон помогает от нападения вредителей на посевы и насаждения, в том числе и от мышей. А поэтому на Руси на Трифона мышей и мышарники заговаривали. Мышарники – это места, где мыши находили себе пропитание и тепло. Шел знахарь со своей кошкой к стогам с мышарниками. Пушистая напарница помогала найти стог с мышами. Там он вынимал из середины заклинаемого стога поклоку сена, либо соломы со всех четырех сторон, с четырех ветров, бережно складывая все это в кучу с особыми нашептываниями и нес в избу пригласившему его хозяину. Далее принесенное помещалось в чисто-начисто выметенную, жарко натопленную перед тем печь и разжигалось накаленную до красна кочергою. Остающаяся после сожженных клочков сена или соломы зола тщательно выгребалась и переносилась на гумно, где и всыпалась в те места, откуда были ранее вынуты солома или сено. Знахарь, всыпав золу в надлежащие места, читал специальные заговоры. Считалось, что после этого мышиный царь уводил прочь весь свой народец. А было так, что мыши, всю зиму находившиеся за пределами дома, появлялись в нем и небывалую активность начинали проявлять, бозяясь, пища и бегая среди бела дня по лавкам и сундукам. Хорошо, если хозяева имели на этот случай хотя бы пучок травы, названной в народе песьим языком. Говорят, мыши ее как огня боялись, прячась от духовитой травы подальше, а иначе хоть самим из дома беги. Но ведь именно этого добивались маленькие серые разбойницы. Но не тут-то было. А кошки на что? Зря, что ли, их в доме держат? По легенде, существующей у некоторых славянских народов в кошку превратилась меховая рукавица, которую бросил в надоедливых мышей, ночевавших в поле у стога соломы бог. С той поры, говорят, и повел свое существование кошачий род, старательно оправдывая бытующее о нем суждение на мышку и кошка-зверь. Хотя, как выясняется, наши пушистые мурки не только своими ратными подвигами знаменитые. Когда-то давно кошки в славянских поселениях считались большой редкостью и стоили очень дорого. За одного лишь усатого зверька можно было выменить трех лошадей, 30 овец или 60 молочных поросят. Согласно своду законов XIV века, за кражу кошки полагался штраф в четыре раза выше, чем за кражу коровы. А потом вдруг они из славных борцов с грызунами превратились в помощников сатаны, якобы от того, что кошки всегда были спутниками колдунов и вражей. Их видящим в темноте глазам люди приписывали необыкновенную силу, почерпнутую из мира таинственного. Легендарный кот Баюн был наделен таким голосом, от которого все живое на семь верст вокруг погружалось в крепкий, похожий на смерть сон. По другой версии, у кошек прямая связь с Творцом, они его посланцы. У них есть своя земля, по-теперешнему планета. И когда это необходимо, Творец посылал кошек к людям, чтобы их разбудить. Точно так же, как и души людей, души кошек растут и развиваются, проходя свои уроки, а закончив все земные воплощения, уходят к Творцу. Кошки – это особая энергия. Они существа неповторимые, мистические. Чистят пространство дома, гонят посторонние энергии из жилища. Кошка может делать это даже в спящем состоянии. От нее веером исходит энергия, которая проникает в каждый уголок дома или квартиры. Эта энергия, как радар считывает информацию, понимает, где и что нужно подправить. По мнению ученых, история происхождения кошек насчитывает более 20 миллионов лет, на протяжении которых их вид подвергался значительным изменениям. Несмотря на все споры, ученые придерживаются единого мнения в том, что приручение кошек могло начаться только после возникновения земледелия. На данный момент уже зафиксировано более 400 разных их видов и окрасов. Но несмотря на развитие науки и истории, кошка была и остается одним из самых загадочных и интересных для изучения существ. Есть сказы, в которых кошки созданы по воле рода, то есть творца, по желанию макошь, богини судьбы. Они – разведчики, посланцы богов, соглядатые богов. Тело гибкое, шкурка пушистая, мягкая, шаг неслышный, слух острый, взгляд загадочный, полон чар и магии. Хорошо видят богов и существ из других миров. В крови ерелины хмель и плодовитость. Любят приходить ниоткуда, уходить никуда. У кошек свой независимый разум, и она поступает так, как считает нужным. У них есть важные качества – хранить и любить жилище, в котором они поселятся, погоду предсказывать, о гостях предупреждать, всякую нечисть разгонять, а с домовыми дружить. Оба ведь одно дело делают – жилище охраняют. А еще есть мнение, что кошка – это охранитель врат мира Нави. Они сохраняют энергетический баланс и являются гармонизаторами там, где это необходимо. Когда человек болеет, кошка, как правило, ложится на больное место и не забирает положительную или отрицательную энергию, а гармонизирует ее, помогая человеку выздороветь. На Руси всегда любили кошек независимо от цвета, считая их священными животными. Но особенно любили черных кошек. В новый дом первой впускали именно такую. Она первой обходила весь дом, обнюхивая каждый закоулок, осваивалась. В спальне, где кошка ложилась, на том месте ставили кровать. В древние времена считалось, что если черная кошка пришла в дом и начала в нем жить, этот дом будет счастливым. Но наступили времена, и с черными кошками начали бороться и запугивать ими людей. Появились многие суеверия. Но суеверия – это для тех, кто не ведает. Доброго домашнего друга вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok